— Ну что, смс? Или у тебя есть какой-нибудь спич? — Нет, ну какой-нибудь спич надо, потому что всё-таки год уходит, его как-то надо проводить. — Надо сказать, что в этом году рынок автомобильный упал примерно на 5% по сравнению с предыдущим, с 2012 годом. — Как это отразилось на ценах, интересно? — Вот, вот, вот. Значит, объём продаж падает, дилеры очень нервничают, потому что многие из них закладывались на постоянный рост, а этого не произошло. — Поэтому, например, на периферии некоторые даже закрываются. — Ух, ничего себе. — Да, есть такая тенденция. — Звездно. — Вот, но для нас, покупателей, это, в принципе, хорошо, потому что выше конкуренция, чаще будут появляться скидки, я надеюсь. Правда, это нас не застрахует от того, что цены будут расти. — Это мой следующий вопрос будет сейчас. — Увы, увы, потому что инфляцию никто не отменял. Нашу ставку Центробанка не в полпроцента, а в там 8, сколько он там, 8,4-8,5, никто не отменял. Цены всё-таки будут расти, но скидок, вот сейчас хороший момент для того, чтобы покупать автомобиль. Я думаю, что эти скидки сохранятся ещё и... А сейчас, друзья, скидки прямо достигают там 100 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч рублей на автомобиль. — Это существенно уже, да? — Это очень существенно. — 10 процентов, если там за миллион берёшь машину. — Ну да, абсолютно, абсолютно. — Да, это отлично. — Вот, то есть многие предпочитают отдать автомобиль вообще без наценки, то есть, там, за себестоимость, грубо говоря. Ничего на нём не заработав. — Просто для того, чтобы сохранять объёмы. — И это для нас хорошо, надо этим пользоваться. Я думаю, что такая ситуация сохранится ещё, во всяком случае, этой зимы. Посмотрим, что будет дальше. Но наш прогноз пока, мы в авторевью, я думаю, что всё подсчитаем где-нибудь в начале февраля, и всё я тогда расскажу уже подробно по статистике. — У нас будет подробная картина статистическая. — Да, да. — Это интересно, да. — Но я думаю, что вот наш прогноз пока что, ну и дилеры тоже с этим согласны, эксперты все, что падение будет продолжаться вот такое небольшое, и конкуренция будет нарастать, и, наконец-то, я надеюсь, что настанет тот момент, когда не дилеры нам будут диктовать, а будут прислушиваться к нам. — Чего мы хотим? — А, мы им будем диктовать. — Конечно. — То есть, ты имеешь в виду предложение, да? — Да, да, это бог. — Приходишь в салон и говоришь, я хочу зимнюю резину. — Я хочу, нет, я хочу, чтобы за нами гонялись. Понимаешь, сейчас приходишь в автосалон, да, там стоит какой-то чувак, ему вообще ничего не интересно, он ничего не знает, общается с тобой, как, я не знаю, там, да, с кем, хотя ты пришёл отдать денег, извините, да? — Ну да. — Это стимулирует. — Это стимулирует. — Плохая ситуация на рынке всегда стимулирует к хорошему спрятаться. — И я надеюсь, да, что через тернии мы придём к звёздам. — А ещё такой вопрос. — Я читал где-то в интернете, что, по-моему, с 1 января 2014 года вводится утилизационный сбор, или он повышается, и для машин российских. — Да. — Да, то есть, соответственно, на 20 тысяч по ним. — Эта ситуация в полном тумане. Сами автопроизводители, вот с кем бы я ни говорил, все или отводят глаза, там, например, Игорь Комаров, ушедший с поста главы АвтоВАЗа, на этот вопрос просто ухмыльнулся, а у него-то информация из первых рук, прямо скажем, да? — И сказал, ну, как-нибудь, как-нибудь переживём эту тему. То есть, насколько я понимаю, всё должно быть так, что этот якобы так называемый утилизационный сбор российские автопроизводители будут уплачивать и тут же получать назад в виде госпомощи. — В том же самом размере. — Такова сейчас идея. — Да. — Да, чтобы они успокоились. — Другое дело, что никто не понимает, как это всё будет работать на практике. — Не для ЕС, я думаю, для ВТО. — Вот для ВТО, да. — Ну, это же... — Не, ну, просто ЕС провоцировал эту ситуацию, они сказали, какого чёрта для наших производителей есть. — Наблюдатели в Европе сидят. — Ну, конечно, конечно. — А для ваших производителей нет. — Ну, то есть... — Но пока ясности никакой. — Ну, и основной вопрос, быстро мы его закроем, значит, в следующем году цены на автомобили, скорее всего, будут немножечко падать. — Не факт. — Нет? — Нет? — Хорошо. — Они не могут. — Давай так скажем, есть некоторая надежда, что некоторые цены на кое-какие автомобили будут не расти. — Да. — А расти будут? — Вот так вот деликатно мы... — Это правда, расти будут, конечно. — Будут расти. — А куда им деваться-то? — То есть, но в пределах инфляции не более. — Да. — Хорошо, всё. — Илюк, ты просто попроси, чтобы Илюк сказал то, что хочешь услышать. — Я хочу услышать, как будет, потому что очень много паники в интернете, что в следующем году ждут какой-то взрывной рост на автомобильные цены. — Взрывной рост будет? — Нет, ну, ребят, посмотрим, что будет вообще с экономикой. Мы же не знаем. — Ну да, сейчас никто не знает. — Давайте олимпиаду гуляем. — Как сказал мне известный экономист, друзья, я вам рассказывал тысячу раз уже, экономисты могут предсказывать кризисы, но только после их начала. — Вот так вот, поехали дальше. Единственное, что я просто обещал людям, что чтобы это не повисало, так сказать, двусмысленно в воздухе, вот смотрите, я нашёл, например, вот много такого рода сообщений, вот, по-моему, пожалуйста, с Ре-новостей, что Духовное управление «Мусульман» Москвы совместно с благотворительным фондом «Закят» объявило о начале сбора денежных средств с помощью семей погибших и пострадавших о взрывах в Волгограде. В город также отправятся волонтёры для оказания помощи родственникам. Это всё сообщил сегодня представитель Духовного управления «Мусульман». Ильдар Аляудинов, который был у нас в эфире, если помните, в муфтии города Москвы, уже лично передал некоторую сумму в этот самый фонд и так далее. Поэтому нет, ребят, вы зря. Вы зря думаете, что у всех мусульман, значит, Россия фига в кармане, и они сидят и прихихикивают. Это глупость, и причём с учётом нашей ситуации, многоконфессиональной и вообще сложной, это ещё и преступная глупость, а так говорите, в этом подозревать людей, правда? По крайней мере, я не знаю, друзья, я хочу надеяться на лучшее и верю в хорошее всегда, при любых обстоятельствах. — Ну всё, давайте к автомобилям, смс-ки, вот здесь хороший добрый вечер, подскажите, пожалуйста, стоит ли брать трёхлетний Аккорд, восьмой. Как он в эксплуатации, большое спасибо, из Москвы. — Восьмой Аккорд, восьмого поколения. — И трёхлетний, то есть через три года Аккорд он нормальный вообще? — Да, да, хороший, там с надёжностью всё как водится. Другое дело, что сейчас нынешний Аккорд, конечно, лучше. То есть мои любимые — это седьмой, и, похоже, я ещё не ездил на девятом, но пока вот по отзывам всех коллег, мнению которых стоит доверять, он хорош. — Ну а Аккорд — это всё-таки американец или азиатичный? — Нет, вот тот, что сейчас, он американец. А восьмой, седьмой особенно, которые были, это у нас всё-таки были европеизированные машины. — А, европеизированные. — Да. — Посмотрите, граждане, имейте совесть от тела. Третью неделю прошу Леонида ответить, есть ли смысл заправляться улучшенными бензинами Пульсар, Экто и т.д. — О, я, кстати, не попадался. — В частности, для Volkswagen с двигателем TSI. Спасибо. — Не попадался, но вопрос очень интересный. — Вопрос интересный, да. Тут такая штука. — Мы, например, пытались замерять мощность, потому что очень многие производители этого бензина... Это обычный бензин, но с добавками, с присадками, моющими и ещё какими-то. И многие заявляют увеличение мощности, поймать его, измерить мы не смогли. То есть, во-первых, если вы думаете, что ваш автомобиль поедет быстрее, то это не так. Другое дело, что, как правило, этот бензин точно соответствует экологическому классу заявления. Это раз. Но то, что в нём введены моющие присадки, это может быть как плюсом, так и минусом. Если у вас автомобиль достаточно старый, и у вас много отложений уже и в бензобаке, и в топливном магистрале и так далее, то эти присадки могут эту грязь поднять, смыть и забить, например, форсунки впрыска. Особенно, когда непосредственный впрыск на автомобиле. Поэтому я, честно говоря, предпочитаю заправляться обычным бензином, но на хороший АЗС. Брендованный, не франчайзинговый, чтобы это была именно родная. Чтобы они отвечали. Да. А нет, давайте телефон возьмём. Давайте, алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Михаил из города Одинцова, 29 лет. Давайте ваш вопрос. Да, вопрос такой. У меня есть миллион сто в рублях, соответственно. Нормально. Есть вот выбор. Камри, Тиана, Аккорд, восьмой, девятый, восьмой. Либо вот очень нравится Opel Insignia. Все мне отговаривают от этого Opel, возьмём что-нибудь такое, не знаю, японское, либо там, не знаю, японское, да, получается, всё остальное. Да, да. Но не Opel. Ага. Но мне она очень нравится. Не знаю, чем, ну, прям, не знаю, душа лежит, но боюсь. Ну, Insignia же красивая, во-первых, да? Ну, конечно. Как в том анекдоте, да? Во-первых, это красиво. Да. Во-вторых, цены на Insignia сейчас хороши, прямо скажем. Они очень и очень конкурентоспособны. В-третьих, моё личное отношение к этой машине такое спокойное. Как мне кажется, она слишком, то есть, мне кажется, она тесновата для её габаритов и для её класса. Но если вы не гонитесь за пространством и функциональностью и объёмом багажника, и вам нравится эта машина, и вы готовы к тому, что перепродажная её стоимость будет ниже, чем у тех же японцев, кстати, ещё один плюс Opel'и, его не угоняют. В отличие от. Да, в отличие от. Потому что аккорды Camry, это, конечно... С одной стороны, это очень приятно, с другой стороны, это косно подтверждает, что это не самая блистательная машина во вселенной. Это правда, это правда. Раз не угоняют. Да, нет, но в Европе, кстати, Insignia пошла. Да? Да. Там, правда, половина всех Insignia продаётся в корпоративные автопарки, потому что люди просто считают деньги и видят, что это очень выгодно, владеть Insignia. Но у нас немножко другая ситуация. У нас она не лидер рынка. В общем, если нравится, покупайте, потому что машина неплохая, но вот учтите вот это всё, включая низкую перепродажную стоимость. Я всегда говорю, что, ребят, если есть возможность и желание, покупайте, конечно, японский автомобиль в этом сегменте. Хорошо, а вот, кстати... А если вот альтернатива, пожалуйста. Мне просто сейчас сказал про угоняемую машину, меня вчера из-под окон угнали, я просто офигел. Я на эту машину ругался, я её проклинал, Lincoln Escalade, и ещё вот у неё задница была удлинённая, то есть в машине метров 7, наверное. Ну, я сейчас могу добрать. А ты вслух ругался? Прямо угнали? Да, угнали его. Я не понимаю, кому он, во-первых, такой нужен, ругался, ну... Нет, подожди, а можно по-другому поставить мне? Кому он такой нужен? Кому он помешал? Или помешал. Кому он помешал? Он, ну, явно двум или трем автовладельцам, которые могли стоять на его месте. А ты ругался? Да, очень сильно. Вот что. Слово ты делаешь, да? Вот на самом деле, я думаю, что когда следователь будет допрашивать, у вас есть какие-то подозрения? Он так вот закроет глаза, думает, о! Вот это скотина на окне. А вот этот вот парень с 11 этажа, матом на меня орёт всё время с балкона. Да, ну ладно. Слушайте, вот хорошее. Друзья, умоляю. Как я люблю, когда нас умоляют. Ещё пишите. Значит, друзья, умоляю, на январских едем покупать тигучи. Тигучи? Конечно, какой брать, бензин или дизель? Саня, Москва. Нет, кого ещё? Тигуана или тигго? Тигучи. Что такое тигучи? Я думаю, тигуан, наверное. А может быть, черри тигго? Вряд ли он бы так торжественно тебе писал бы. Едем покупать. Где эта смс-ка? Как написано? Ну, как тебе скажу? Вот такая черно-беленькая. Как я тебе её опишу? Она без фотки. Нет, если тигуан, то да. Может быть, тягач? Ну ладно. Давай подождём, расшифруйте. Тигуан всё-таки. Ну, если тигуан, то да, однозначно. Я много раз говорил, что это прекрасный автомобиль. На мой взгляд, лидер. Мой бы выбор был бы дизель. Единственный минус дизеля, это всё-таки он греет салон не так хорошо, как бензиновый мотор. А я люблю, например, тигуан. А зима у нас нынче морозная, как известно. Ну, вот сейчас, когда такая зима, да, можно и это самое. Да, а в целом, конечно, дизельный тигуан, прекрасный автомобиль, прекрасный. Ну и бензиновый тоже ничего. Тоже да, да, быстрый. Он быстрый, он едет. Он жестковатый такой, да, это прямо вот... Отлично, спасибо. СМС, а потом звонок. СОС, помогите определиться. У человека, он написал, что это проблема года. Да, сейчас Passat B6, дилемма, что брать, Old Track или Volvo XC70? Old Track, я, правда, не очень понимаю, что это такое Old Track. Это чуть приподнятый такой. А, он же, да? Да. Или, то есть... Или XC70, XC70 Volvo. Да. Я бы выбрал, наверное, всё-таки XC70. Потому что... Обоснуй, как говорят пацаны во дворе. Да, да, обоснуй, отрок. Да. Значит, потому что в плане проходимости, то есть вот у Volkswagen-овских Old Track'ов это, в общем, исключительно фикция. Там никакой повышенной проходимости нет. Да и, как правило, когда меряешь реальный дорожный просвет, он тоже оказывается или таким же, или буквально там на... Дуриц, что ли, нашего брата. Ну, в общем, да. Это такая... Ну, ты же очень часто покупаешь некую видимость. Да. Да? И тебе приятно то, что у тебя автомобиль с такими пластиковыми отбортовочками, такими якобы внедорожными. Да, такие рельсы на крыше. И всё. Вот. Безусловно, XC70 машина более внедорожная, более универсальная. Понятно. И я бы выбрал её именно из-за этого. 5-5-3-3. Что касается рельсы на крыше, я бы вот обнаружил на прошлой неделе, что я идиот. Просто такой классический, друзья, в полном смысле этого слова, идиот. Это открытие года? Открытие года, правда. Я всё же, я думал всю жизнь, что вот на крыше машин такие вот островностые хреновины, почему-то я просто, судя по их форме, я думал, что в них ездят серферские доски. И я всю свою жизнь думал, почему в Москве такое количество этих серфер... Ну, шёл так фоном. А потом вдруг я выяснил, что это багажник. Да. А остренький он просто для, ну, для это самое. Для аэродинамики. Для аэродинамики. Конечно, конечно. И я поразился в собственной тупости. Я, понимаешь, я шёл и... А ты думал, сколько же серферов? Где же они катаются? Я клянусь вам. Где Мекка? Понимаешь, а это просто багажник. Просто багажник. Обалдеть вообще. Ну, ещё ничего так можно сказать. 5-5-3-3, вначале самое слово «Маяк». Сейчас я быстро скажу. 7-2-8-7-1-7-1, код Москвы-4-9-5. Да, Толь, Толь, Лёнь. Да. Ну, неважно. Кстати, про багажники. Нам тут пришло письмо в редакцию. Человек пишет... А мы много писали про Peugeot 408. Это вот седан, который, да, в колыбе выпускается. И так, и сякое вы испытали, и всё. И наперекосяк. Он говорит, а вы багажник пробовали на него ставить? Мы так переглянулись, пошли посмотрели. А на него, оказывается, невозможно поставить багажник. Там сэкономили на креплениях. То есть заглушечки есть, снимаешь, а там ничего нет. Смешно. Да. Учтите это. Из Кемеровской области, СМС. Здравствуйте, умоляю. Подскажите, что нет чего ожидать от Туарега 30 дизель. Тут очень важно, смотрите. Три-ноль в смысле. Три-ноль дизель, да. Смотрите, умоляю плюс через О, если вы молите нас. А если через А написано, как у вас написано, то вы делаете нас маленькими, ничтожными, понимаете? Итак, ответ карликов. Нет, может быть, она умоляет Туарег. Достоинство Туарега? Да. А умолённый Туарег — это Тигуан. А, да? Да. Соответственно, к дизелю мы тоже относимся немножко лучше, чем к другим машинам. Нет, хорошо, хорошо, да. Это прекрасная машина. Единственное, что у неё с надёжностью, посмотрим. Потому что предыдущие Туареги достаточно проблемные в пожилом возрасте. Но если вы планируете машину только держать, скажем, три года и потом... Да, то да, да. Да. Хорошо, 19 часов 22 минуты московское время. Мы продолжаем, друзья, наш автомобильный час. Алло, наверное. В пожилом возрасте, да? Я вчера заказывал отель в одном месте. В Португалии. И очень обрадовался цене. Так. Это, оказывается, специальное предложение. Так. При заезде в номер в любой комплектации человека 55 лет... Ну, то есть, вы имеете в виду, что может быть два человека, и любой из них может быть 55+. Так. Там скидка 50%. Ну, это... Прекрасно. Ну, что... Да, я просто вспомнил. Может, у них какие-то есть... Я был потрясен. Я три раза изучил. Думаю, что какой-нибудь специальный отель. У них, наверное, правительственная помощь для отелей, в которых кто-нибудь окочурится. Ну, вряд ли. Что ты говоришь. Ну, поэтому... А как еще объяснить? Я не знаю, как объяснить, но, в общем, впервые в жизни, пускай и ненадолго ужасно, я пожалел, потому что скидка хорошая. Да? Что мне на 55, а Наташа говорит, ничего, исправится. Вот ситуация... Точно исправится. Алло! Извините, алло. Как вас зовут? Здравствуйте. Владимир, здравствуйте. Да, Владимир, слушаем вас. Вопрос мой следующий. У меня автомобиль Chevrolet Niva. Так. Она меня более чем устраивает. Но ресурс движка уже подошел к своему логическому завершению. Ну-ка, сколько это? Это сколько? Ну, если это учитывать, что перед продажей ее скручивали, я думаю, где-то 250 тысяч уже. А, ну, если так, то нет, это нормально. Вот. Вопрос следующий. Капиталить ее или вот мне посоветовал друг купить новый двигатель? Будут ли с этим какие-то проблемы и как его вообще выбрать можно? Моторы ВАЗовские простые и, в принципе, хорошие, но я бы на вашем месте, если вам повезло с машиной, и она у вас не сыпется и служит верой и правдой, что не всегда бывает в случае Chevrolet Niva, прям скажем, то я бы, наверное, капиталил, если у меня есть хорошие мастера. А капиталил, это капитальный ремонт? И тут очень важно, во-первых, а, кто делает капиталку, и б, что за запчасти? Потому что от этого зависит, вы можете найти хорошего мастера, но плохие, некачественные запчасти, те же кольца поршневые, сведут все на нет. А ты уверен, что надо искать мастера, а не идти просто официальным путем? Нет. Нет? Нет, нет, увы, нет. Надо же. Увы, нет. Мне-то казалось, что безопаснее всегда вашу зиму. Тем более, что касается капиталки, это все равно, как вот я до сих пор, если мне или моим близким нужно сделать операцию, я не пойду просто так вот в поликлинику сдаваться. Ну, конечно, к какому-то к своему, конечно. Абсолютно. Я сначала соберу. Здесь то же самое. Капиталка, это сложная операция. Понятно. И мотор можно загубить. Поэтому, если есть человек, который это все хорошо сделает, то капиталить, а если нет, то покупать новый мотор, это, в общем, это нормально. Ну, для Chevrolet Nivo, мне кажется, это не заоблачные деньги, это приемлемо абсолютно. Я, кстати, не знаю, сколько сейчас стоят двигатели. Вот я и тоже не знаю. Невский, классический, вазовский. Мне сказали, что вообще можно бэушный, например, вот даже на BMW, там, 39-й, там за 25 тысяч. Вазовский, бэушный не имеет смысла покупать, точно. Ну, да. Нет, ну, я там уж он, наверное, 1010 стоит. Ну, вот. Движочек. Вот, кстати, человек пишет про Touareg, вот, help, там, ТРПР, Touareg Diesel 5-го, 7-го года, стоит ли брать, интересует надежность, слышал про проблемах, о проблемах с раздаткой. Вот, в том числе и с раздаткой, и с электроникой, и с подвеской. Там не все, на поддержанных машинах не все хорошо. Поэтому повышенное внимание. А вот хорошая СМСка. Блин, в тоннеле был. Вы уже про Актион Спорт говорили, нет? Нет, такое ощущение, что мы здесь только про Актион Спорт ждали. Когда же вы в тоннель-то заедете? Будем говорить, нет? Или подожди в голове? А что же? Вы же говорили последние 10 минут про Актион Спорт. Ребята, мне кажется, что вы сказали. Ну, вообще, да. Добавить нечего абсолютно. Давайте звонок примем. Давайте. Алло. Алло. Вот, не примем. Видимо, в тоннеле. Леонид, не пойму, какая коробка надежнее, спрашивает человек. Архаичная AL4? Да, это интересный вопрос. Это имеется в виду автоматическая четырехступенчатая коробка передач, всефранцузская, это пресловутая, которая ставится там на Логаны, на многие Рено, на Пижон, на Ситрайны. Или современная DSG. Имеется в виду фольксвагеновские коробки, роботизированные с двумя сцеплениями. И тут интересная штука, что примерно по надежности они одинаковы. То есть, как только ты наматываешь там тысяч пятьдесят, ты уже, в общем, под некоторым, да, у тебя уже есть некоторый риск. Когда у тебя сто тысяч, да, риск этот повышается вдвое. И минимизировать этот риск можно, осознанно эксплуатируя автомобиль, там, избегая резких разгонов, пробуксовок, избегая нагрузок на холодную и так далее. И меняя в случае с автоматом этим, АЛ-4, ДП-0, ДП-2, сейчас он там, и так далее, меняя масло почаще. Вот. Так что, в целом, надежность не самая высокая, увы, но жить с этим можно. Приемлемо, понятно. Что, телефон или смс? Ну, мы же тогда не взяли телефон-то. Ну, давай, да, алло. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Да, быстренько сдавайте. Меня зовут Денис Калуга. Подскажите, пожалуйста, уважаемый. Имею аудио А3, один с этим турбо, 12-го года. Так. Я люблю быстрые и шустрые хэтчи. Вот. Кал-2, 3 со спортивной подвеской, но всегда поглядываю на Golf GTI. Сейчас вот вышел седьмой GTI, и теперь я вспомнил про слабую GTI, и если смысл менять машину, или как-то с этой дальше. Ну да, ну да. Я думаю, что есть. Я еще не ездил на новом GTI, но судя по тому, как едет просто новый Golf, едет он, на мой взгляд, блестяще. GTI будет очень хорош. Поэтому, да. Меняйте. Так, вот еще хороший вопрос. Мы успеем. 40 секунд. Ну так что с Альмерой-то? Как вам новая Альмера? Я на нее смотрю, думаю, боже мой, кто же ее сделал-то? Что же за сатанист-то какой-то? Прямо скажем, не очень. Вот, увы, Альмера, это вот слишком экономии много. Да. Увы. И отсутствие дизайна полное. Ну, оно там, он там и не предполагался. А, но они на нем сэкономили, я понял. Да, да. Главное, сэкономили на интерьере и на агрегатах тоже. Ну, в общем, фигня какая-то. Да. Ну, ладно. Да, но мы, я думаю, уже, наверное, вернемся к новостям. Да, мы уже сейчас выходим на новости, друзья. Сейчас мы только напомним вам напоследок номер нашего смс-портала. 5533 в начале смс-слова «Маяк». Ну, и телефон тоже вам прямого эфира. 728-7171, код Москвы, 495. Дорожный просвет. С Леонидом Головановым. Дорожный просвет. Продолжаем программу, друзья. Пишите нам, пожалуйста, на короткий номер 5533 в начале смс-слова «Маяк». Хочу, не хочется, так сказать, как-то настойчиво это рекламировать именно, но, тем не менее, просто информировать можно, что мы сегодня решили все средства, так сказать, которые собраны, не то, что собраны, но просто стоимость всех смс, которые к нам сегодня пришли, мы перечислим, естественно, в фонд помощи пострадавшим, погибшим в волгоградских терактах. 5533 в начале смс-слова «Маяк», независимо от того, какое содержание у этой самой смс-ки. И вот, если позволите, три смс-ки, мне кажется, они интересны, чтобы начать с них программу. Первое начинается со слов «Машина для собаки» из Москвы. Вторая смс-ка, которая мне понравилась, мне очень нравится «Здравствуйте, челом бью». Это тоже очень подкупает. А третье «Хочу подарок за полтора миллиона рублей, что попросить?» Сейчас «Мазда-6», старый кузов, девушка. Вот три смс-ки. Вот девушка. Вообще, мне не нравится, когда подарки просят. Понимаете? Но если, тем не менее, у вас такие отношения высокие, то ладно, то Лёня расскажет. А другие, да, вот есть девушки, которые, типа, муж предлагает мне, а я хочу купить сама. Помните? Да, помню. Вот разные девушки бывают, да? Не, ну если, ладно, если девушки предлагают подарок за полтора миллиона рублей, она говорит, я деньгами возьму лучше. Ну, практичная девушка, прагматического свойства. Давайте ей поможем, этой девушке. Нет, а что просить? Легковой автомобиль или кроссовер? Или что? Лёнь, ты как муж её говоришь. Что тебе надо? На секунду, закрой глаза, представь себя девушкой. Очень сложно. Закрыть глаза сложно. Меня потеряете сейчас, да? Я задумаюсь. Да, и вдруг, наверное, начнёт порхать. Ты попробуй, вот ты сейчас попробуй и представь себя девушкой. Послушайте, да, я говорю тебе как девушка, не задайте мне девушек вопросов. Такое, не такое, подарите мне нормальную машину, чтобы мне было по приколу, и чтобы девчонки смотрели и тоже завидовали. То ли ты баба. Да. И очень-очень красивая. Пожалуйста. За полтора, например, можно, ну если, я так понимаю, что девочке захочется там что-нибудь крутое такое, да? Ну какой-нибудь там Nissan Murano, например. Nissan Murano? Да. Но вот она сейчас на шестёрке на Мазе ездит. В полтора можно уложиться. А если ей хочется легковая, такая, знаешь, аккуратненькая и такая... Трёшечку БМВ, например. Полтора, опять-таки, можно, да. Третий БМВ, вот я, кстати, поддерживаю Ида, третий БМВ. Да. Теперь, пожалуйста, здесь позвольте машину для собаки, где лучше багажник. CX-5 передний привод, автомат или новая 3. В фокусе всё плохо. Сид тоже не очень. Сид, может, так посозовут. Нет, для собаки... А, или сидение имеется в виду, да. Нет, Сид, Киа Сид. Киа Сид, наверное. Подожди, а 3 ты что сказал? Автомат или новая трёшка? А Мазда 3, да. А Мазда Бэшка 3. Тут, во-первых, всё зависит от возраста собаки. Я вот по себе знаю, когда собака старая, то ей запрыгивать в багажник высокий сложно. И, например, здесь кроссоверы, та же Мазда CX-5, имеет недостаток. Она выше, у неё погрузочная высота багажника выше. И, соответственно, хоть сам багажник проёма чуть побольше, да. Но её приходится подсаживать. Я понял, там должна быть смс-ка, я собака. Вот, есть полтора миллиона, что попросить на Новый год? Собака в возраст такой-то, да. Что просить на Новый год? Ну, а в трёшку-то вообще некуда запихивать. Вот, а трёшка очень маленькая. Здесь лучше брать, если легковые, то универсальчики. А универсальчики, ну, там, типа, фокуса универсала, например, да. Или того же, там, Киа Сида универсала. Вот такие вот вещи. Понятно. И третий, вот, то самое Челомбью, мы такие смс-ки, друзья. Мы падки на унижение перед нами и на лесть. Значит, хочу решить проблему размещения пятого пассажира при наличии двух детских кресел, думая о трёхлетней Тиане с полным приводом или новой Орландо. В первом варианте смущает малая мощность для 4х4. Во втором, что прошлогодняя Орландо на вторичке стоит очень-очень дёшево. Ника. Ну, Орландо неплохой автомобиль, но, конечно, классом ниже Тианы. И я бы Тианы не боялся. Вам хватит этого мотора 2.4? Вам хватит. Да. Это хорошая машина с достаточной разгонной динамикой. И тем более полный привод. Я так понимаю, проблема заключалась в том, чтобы втиснуть пятого пассажира между двумя креслами детскими, да? Ну да. Нет, ну, Тиана широкая. Влезет туда, да? Конечно, в этом смысле нормально. Интересно просто, видимо, раньше было 3 пассажира и 3 детских кресла, но потом один уже, видимо, вырос и стал реальным пассажиром без кресла. А в этом смысле? Ну, мне кажется, наверное, так. Наверное, да. Откуда там появился пятый пассажир неожиданно, понимаешь? Ну, может, познакомился с человеком, подружился с ним. Да, и давай, вот, меня зовут Валентина, это мой муж Сергей, и вы вот... А Николай Сергеевич теперь будет жить с нами. Да, почему-то, потому что хороший человек просто. Ну ладно, хорошо, да, хорошо, согласен, твоя версия поближе. Так, ну что, давайте звоночек, давайте, давайте, алло. Алло. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, ведущий. У меня вопрос. Я уже голову сломал, значит, езжу полтора, точнее, три года на Volvo S80 2005 года с пробегом 206 тысяч километров. Мне машина очень нравится, но хотелось бы обновиться, и, в принципе, если можно, расскажите вкратце об этой машине S80. У меня просто профессионального мнения ни от кого никогда не было, вот, и хотелось бы просто знать, на чем я езжу. А вообще хотелось бы обновиться и купить, может быть, новую S80. Еще мне нравится Тиана. Смотрел Passat, очень скучный, Mazda очень шумная, шестерка последняя. Вот, ну вот, хочется что-то из этого, но так, чтобы и статус не терять. И, как бы, по деньгам, ну, до миллиона двухсот, я имею в виду, что S80 я собрался брать, ну, подержанную, там, годовалую, где-нибудь два года максимум. Ну, смотрите, S80 очень удачный автомобиль, не зря она выпускается так долго, с минимальными изменениями. Равно, кстати, как и XC90. И эта машина очень спокойная, очень надежная, очень комфортабельная. То есть, мне, например, по темпераменту она не подходит, потому что я люблю более такие динамичные машины. Но людям спокойным, как правило, 80-ка очень нравится. И в долгосрочной перспективе это оказалась очень надежная машина. Поэтому, во-первых, можете не торопиться от нее избавляться. Там никаких вас там срочно, каких-то там вещей страшных там вас, скорее всего, я надеюсь, не ждет. Во-вторых, годовалая или какая-нибудь там двухгодовалая 80-ка более свежая вполне тоже вариант. Другое дело, что главное тут не нарваться на машину с таким же пробегом, потому что вы поменяете шило на мыло. А в-третьих, из японских, скажем, одноклассников, странно, кстати, что... Ну, вот проблема, кстати, Volkswagen, вот он показался вам скучным. И он действительно, он скучен внешне и по дизайну интерьера. Но по езде это совсем не скучный автомобиль. А ЦЦ? ЦЦ веселее, но он менее утилитарен. И многих это отпугивает. Ну да, согласен. Вот. Тиана и та же, там, Toyota Camry вполне, вполне хорошие варианты. Тиана такая, она по люксу, а Camry она такая дубовая, мне кажется. Ну нет, нет, они все, они примерно одинаковые. По комфорту, да? Это же, в принципе, автомобили такие азиатско-американские. То есть там, действительно, там рафинированности, премиума, как бы настоящего там нет. И не было, и никогда и не будет. Ну, косята. Вот, по крайней мере, в Тиане я сидел так прям... Но... Еще чуть-чуть и Infinity уже. Сочетание, да, сочетание опций, сочетание простора, сочетание, там, плавности хода и цены, и надежности. Да. И абсолютно нормальные. А вот еще спросят нас, значит, Acura MDX или L200. И вообще про привод Acura MDX. Land Cruiser 200, да. Да. Значит, вот смотрите, с Acura мы на ней поездим очень скоро. Дело в том, что вот те вот машины, которые будут у нас продаваться, пока они по подвеске не доведены. Сейчас хондовцы доводят ее, потому что у нас, ну, все-таки сложные дороги. Прямо под Россию, да? Да. Они обещают, что они ее доведут. Давайте посмотрим, давайте дождемся серийных машин. Это произойдет, я надеюсь, где-то еще зимой, ближе к весне. Там все расскажем. Да, но в любом случае, Acura, вы должны понимать, что Acura это кроссовер, а Land Cruiser это настоящий внедорожник. Понятно. Это разные машины. Да, да, да. Просто разные классы. Примем? Да, алло. Алло. Заходите, садитесь, рассказывайте. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я хотел Леониду вопрос такой задать. Вот у меня машинка Opel Vector 6-го года немецкой сборки, как бы, ну, это не действительно нет, но уже хотелось бы ее поменять. У нас сейчас в России огромное количество машин, которые делают в России. То есть, как бы, разговоры такие идут, что собирают машину, допустим, в Японии, потом приводят в Корею, потом в Корею ее разбирают, потом собирают и заново или в Владивостоке, или еще где-то. В Владивостоке. От машины, которая собирается за границей. Мало. Вот вы упомянули, да, вы упомянули BMW. Мало, потому что все в конечном итоге, даже несмотря на то, что автомобили BMW калининградской сборки, они так называемой мелкоузловой сборки, то есть там достаточно машинокомплект состоит из множества деталей. Машинокомплект. Да. Это называется машинокомплект. И для крупноузловой сборки иногда, вот как, я не знаю, там, Mazda 6, например, да, или Prada собирают в Владивостоке, это реально готовый автомобиль, который в Японии собрали, сняли с него бамперы, колеса, иногда там подвески и чего-то, но тоже в сборе. Привезли, заново собрали. Привезли, заново там, да, все это прикрутили и отправили. Формально это считается, значит, да, позволяет обходить таможенные пошлины. Понятно. Да, и так далее. Вот, в принципе, такая сборка, как вы понимаете, ну, она не может быть ничем, там, практически, да, не может быть хуже, чем родная. Да, понятно. Нет, такая, понятно, что ничем не отличается. В BMW она мелкоузловая. Хотя мы можем умудриться так выкрутить бампер. Просто задний передний передний. Нет, ну там все-таки, там есть контроль качества. Ну, понятно. Вот, мелкоузловая сборка в BMW тоже хороша, потому что это BMW, потому что там процессы, техпроцессы отлажены вообще. Да, да. Не знаю. Опережал по качеству даже немецкие. Такое было. Ничего себе. Просто ли? Да. Это, в общем, вопрос... То есть это все стереотип в головах? Нет, не стереотип. Потому что есть, например, пример фиатов, которые собирали в Татарстане. Где там, да, то забывали масло налить, да, то там, то еще чего-то. А, все-таки есть такое. Да, да. Вот, есть такое. Не везде еще изжито. Абсолютно. А, то есть, понятно. То есть я понял. Это зависит от марок. Это зависит от... Обобщать нельзя от... То есть надо конкретное предприятие иметь в виду. Да, да. Вот по тем же Тианам, например, российской сборки, да, были проблемы. Там не про крас, например, насколько я помню, капотов. Да, начинали они цвести. Ржавели, да. Здрасте, приехали. Отлично вообще. Там такое, там, по Логанам такое было. Ну, а как калининградские, эти сам бэшки вроде ничего, ты говоришь. Да. Не просто ничего, а хороши. Хороши. Вот смотрите, хорошая, строгая такая смс-ка. Не знаю, почему я ее выбрал. Целую вам пятки, помогите. Первый вопрос. Почему? Так и мы поможем. Ты падок. Падок. Первая машина... Слушай, не пишите вот столько нулей. Как мы будем? До двух миллионов... До двухсот тысяч рублей. Первая машина до двухсот тысяч рублей. БУ или какой-нибудь Лифан Смайли. Прошу, помогите, хочу гольф-класс. БУ, БУ, не надо Лифан Смайли. Послушайте, во-первых, вам на этом Лифане ездить. И люди будут знать, что вы ездите на Лифане. Название, я имею в виду, смешное. Купите, ну, тоже Nexio, господи, да, в хорошем... Она новая стоит, сколько сейчас, 1270, да? Это гольф-класс? Ну, это бывший гольф-класс. Сейчас это, конечно, класс Б+. Но за 200 тысяч рублей вы лучше не найдете, мне кажется, да? Ну, да, все. Остальное все хлам. А вот если, слушай, а вот люди смеяться не будут? Что-то на Nexio или на Лифане, на новом зато? Вот. Лучше на Nexio, да? Смеяться будут, наверное, все равно, да? Да, но зато во втором случае вы будете живы. Ну, да. Типа, мало ли. Так, а вот еще такая тоже серьезная СМС-ка. Умаляшки от Наташки. Возьмем. 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 Шкода Octavia A7, я не знаю, 1.8 автомат. Расскажите о ней. И о DSG. Но о DSG мы просто уже можно... Автомат. Автомат. Автомат, да? Да. Вот пока есть выбор, конечно же, автомат стоит предпочистить коробки DSG. Если вас только неманиакально волнует расход топлива. Если вам важно, что ваш автомобиль будет расходовать на пол-литра на 100 километров меньше, тогда DSG. Слушай, а правда, что вот, например, машины некоторые, которые заправляются можно и 95-й, и 98-й, когда льешь 98-й, хотя он кажется, что стоит дороже, он в итоге экономичнее выходит, да? Да, абсолютно. Это правда. Почему? Потому что КПД сгорания более высокооктанового бензина выше, и его расход получается ниже. И, в принципе, есть ситуации, это зависит очень от многих факторов. Подожди, а двигатель разве не откалиброван под какую-то конкретную систему? Нет. Там сейчас электронная система управления. А, я сама понимаю. Она, да, она в каких-то рамках, она адаптируется. Прикол. Там стоят датчики, которые слышат дотонацию и смещают в момент... Интересно. Дорожный просвет. С Леонидом Головановым. Дорожный просвет. Еще одна хорошая смс-ка из Москвы. Или телефон сначала, а потом... Давай, давай, пожалуйста. А то давно не брали. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, как вас зовут? Вопрос у меня такой, минивены, меня интересуют только минивены. Вот рассматриваю Hyundai Grand Star X, есть ли вообще у него отличия от H1 или Ford Galaxy. Ну, большая семья, много детей, и вот хотелось бы минивены. Вообще предпочтение как бы отдаю изначально Grand Star X, но по комфорту и по надежности меня интересует. Насколько он надежен? Это нормальная машина, к сожалению, она еще из старой как бы когорты, по... ну вот там, да, то есть она с тем же S-Max или, например, там с Зафирой Турер не сравнить, да, по тому, как эта машина сделана. Вот. Но по надежности там все нормально, она большая. Вот. Еще одна интересная машина здесь, это Sanyong Stavik, но вот пока по нему конкретно, пока мы его не испытали, конкретно ничего сказать не могу. Вот. S-Max очень хорошая машина, но дороговато, в отличие, кстати, от Зафиры Турер, на которую сейчас хорошие цены. Вот. Так что вот рекомендую съездить в салон Opel, посмотреть Зафиру. Естественно, Hyundai больше. Это там, да, Hyundai, это там, одноклассник, это Volkswagen Transporter, который при прочих равных, конечно же, дороже. Так что вполне, вполне выбор. Слушай, ну здесь люди уже и изгаляются. Смотри, трепетно целую ваше сознание и фантазию. Хотя мы, ну как бы это приятно, но мы не просили. Нет, ну интересный человек. Да, нужен совет теперь ему сразу после этих поцелуев. Нужен совет. Мечтаю о мини-кантримен S-All-4. А все говорят, что машина не очень. Стоит ли брать и вообще думать о нем? Спасибо, Олег, Москва, Олег, ну вот и поцеловались. Я, вот во-первых, мне кажется, что это все-таки машина для девочек. Ну извините, Олег целовал сейчас мужскую фантазию. Ну вот да. Поэтому может быть Олегу можно наказывать. Машина для девочек, да? Да. Да, во-вторых. А по какому признаку? По дизайну? Ну и по дизайну раз, и по функциональности. Она же претендует на то, чтобы быть как бы кроссовером, на то, чтобы иметь некие внедорожные свойства, но она их не имеет, потому что дорожный просвет там абсолютно легковой. Ну она, короче, в общем, в косметике она. Это машина такая, да. Она в самом деле страшная. Боевые раскраски. Да, то есть я понимаю, что ее хотят девочки, которым мини-обычный мал, и которым нужно пять дверей, и там... Ну понятно, по какой-то причине. Ну как-то, да, стандартный чек-мобиль. Так, давайте, ребят, ускоряться, ну в смысле, как-то все короче и короче, отвечать на вопросы времени не очень много. Алло. Звонок телефона произошел. Да, пожалуйста. Откуда вы? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Это Игорь Волжский, Волгоградская область. Ну, Волгоград практически. Вот. Вот, мне хотелось у Леонидов спросить. Кстати, я сегодня вот заезжал в официальный Шкоду, узнавал цены. С Нового года у них официально прайс повышается на 2%. Вот, пожалуйста. То есть о вкидках там никаких этих, то есть это прям официально. И вот я хотел спросить, Леонид, вот у них с февраля будет новый обновленный Йети. Вообще, я узнавал насчет Рапиды, но Рапид что-то там до мая, до нового лета. Вот, и как вы думаете, стоит ли взять новый Йети или все-таки там полтора-двухгодовый Тегуан? Вот хороший вопрос, потому что, я не знаю, если бы, вот когда есть возможность выбирать между Тегуаном и Йети, я, конечно, выберу Тегуан, как минимум, потому что там все-таки на российских Тегуанах автомат, а на Йети DSG, что для меня, например, важно. Но, безусловно, Йети хорошая машина и обновленная. Ну, она стала как-то, мне кажется, более скучной. Зря они убрали вот эти вот глазки. На мой вкус, да? А кому-то, с другой стороны, понравится более сейчас такой строгий. Кто-то скажет, наконец-то они убрали эти глазки. Да, вот. Рестайлинг этот и там технические изменения минимальные. Это хорошая машина. Одна из лучших в классе. И если нравится... Надо брать. Надо брать, да. Тогда быстрее дальше двигаемся. Быстро задаем вопрос. Новый цикласс же выходит в 2014 году. Пару слов о нем. Вообще стоит ждать его? Да. Мы с нетерпением его ждем. У нас очень большие ожидания. Это очень хорошо. Нам кажется, что эта машина будет хороша. Я смотрел картинки, ребят, правда, стоит ждать. Толя, падаю ниц. Ну, падайте. Ладно. Тут твой погодок. 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 Да. Умоляюсь, спросите о Cadillac CTS. Спрашивали. Ну, не входит в число моих фаворитов. Нет. Вот так деликатно ответил. Нет. Очень деликатно. Плохая машина. Так, еще хочу купить легенду. BMW X5 E53. Двигатель 4.4, 2002 год, пробег 150 тысяч. Так, подожди. Легенду или BMW? Нет. Нет, но имейте в виду, что это уже легендой стало. Легендарная машина. Да. BMW X5 E53. Двигатель 4.4, 2002 год, пробег 150 тысяч. Стану ли я сам легендой или разорюсь на ремонте? И кану в лету, пишет нам критикатный слушатель. Как повезет. Молодец. Как повезет. Потому что, на самом деле, это не самый надежный автомобиль, вы должны понимать. Вот. И там могут быть проблемы, да, и с мотором, и с подвеской, и с электроникой. Так что, вы будете рисковать. Я могу сказать от себя пару слов. Я просто только что занимался поиском старой BMW. Мне сказали, во-первых, надо, чтобы пробег был реальный. Во-вторых, ну, будет вылетать в год от 60 до 100. Да. Да. Будьте готовы. Потому что, если летят задние стойки, они там по 27 тысяч, по-моему, стоят. Или по 40. Это дорогая машина в обслуживании и в ремонте. Давайте возьмем звонок. И в третий, кстати, гораздо дешевле. И деревяннее. Он такой, понадежнее, мне кажется. Алло. Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Здрасте. Меня зовут Дмитрий. Здравствуйте, Анатолий. Я, здрасте, Леонид. У меня вопрос такой из двух частей. У меня сейчас Hyundai Santa Fe 2011 года. Это 2.4 двигатель. Хотелось бы коротко, если сможете, имеет ли смысл ее менять, а идея менять на Volvo XC90. В следующем году уже выходит новая машинка. И хотелось бы понять, имеет ли смысл ее поменять на теперешнее, существующее поколение, которое будет заменяться. И какое, возможно, падение будет цены в связи с выходом новой обновленной версии XC90. Ну да. Ну, она будет не обновленная, а будет совершенно новой XC90. Во всяком случае, мы так думаем, да, по всей информации. Падение, безусловно, будет. Потому что машина выпускалась, сами знаете, очень долго. Поэтому, не знаю. Вот сейчас прям покупать новый XC90, да, на него хорошие цены. И по соотношению цены, качества, там, безопасности, всего. То есть, когда вы пересядете, если вы пересядете в него, в XC90 с Santa Fe, вы получите, безусловно, ощущение автомобиля классом выше. Но я бы на вашем месте посмотрел бы, может быть, даже и на новых корейцев, вот типа Sorento. Да, которые тоже, они подешевле. И там, в принципе, едут тоже очень хорошо. Sorento, название красивое, кстати. Так, друзья, сколько у нас совсем мало. Давайте короткую смску. Ну, типа. Так, это все уберу. Не то, не то, не то. А вот, интересно. Добрый вечер. На Новый год хочу сделать себе и двум своим сыновьям трех-пяти лет подарок. Дизель Ford Kuga. Стоит ли? Или при рекомендуете что-то другое? Принципиально важен большой багажник блондинка Серафима D. Сейчас езжу на Камре восьмого года. Давай коротко очень. Нет, ну, неплохо. В принципе, можно посмотреть и на дизельный RAV4. Мне кажется, они сейчас дают скидки. И на те же, да, на дизельные корейцы. Там, например, Sportage. Да, понятно. А вот еще можно... Каратинка, каратинка, каратинка. Здравствуйте, дамы и господа. Стоит ли покупать новый Tagas Aquila? Очень красивый автомобиль. Я в нем сидел. Ребята, трэш полный. Не стоит его брать. Это прям ад вообще. Это вообще... Это пока миф. А я его видел. Я сидел. Я потом расскажу. Мы еще его не видели. Я его случайно видел в этом. Надо в Дмитриевной полигоне. Нет, ребята, пока не надо. Будем прощаться сейчас уже. Во-первых, простите все, кто писал нам и обращался к нам о царе-царе и так далее. Ну, извините. Все смазками не смогли, прочитать смогли, но ответить на все, конечно, не смогли и не смогли бы. Всем спасибо за внимание, спасибо за компанию, друзья. Я не побоюсь еще раз сказать, что вступающих всех с Новым Годом для жителей Волгограда, для всех жителей нашей страны, друзья. Слова нашей поддержки, сочувствия и самое главное, вот это слово уже звучало не раз в эфире, солидарности с вами. Правда, пускай у вас не будет ощущения, что вы там как-то одни, как южные ворота России, а мы тут, черти как, веселимся и пляшем, и хороводы водим. Это не так, ребята. Правда, мы с вами. Держитесь. Всего хорошего и до завтра. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!